В нашем красивом южном городе есть две достопримечательности, о которых известно далеко за пределами Бердянска. Это Бердянский университет менеджмента и бизнеса и знаменитый ботанический сад, который расположен на территории третьего корпуса университета. И обе эти достопримечательности, история их создания и судьба сегодняшнего дня тесно связаны с фигурой ректора университета, доктора экономических наук, депутата городского совета, профессора Лидии Ивановны Антошкиной. Сегодня Лидия Ивановна является членом влиятельного международного клуба ректоров Европы, а сам БУМИП входит в ассоциацию университетов Карпатского региона. А вот 20 лет назад все начиналось вот здесь, в арендованном здании 11-го профтехучилища, где все три факультета университета, тогда он назывался Бердянский институт предпринимательства, легко помещались на втором этаже учебного корпуса. После того, как Лидия Антошкина возглавила университет, БУМИП начал развиваться как университет европейского типа, и время показало, что европейский вектор развития был выбран правильно. Мы вместе работаем уже 17 лет. Ну, если так откровенно говорить, я просто восхищаюсь этой женщиной. Это трудоголик, это человек слова, это человек, который всю себя посвящает работе. Я должен сказать, что Лидия Ивановна – это человек, обладающий довольно-таки редким талантом созидателя. Все, что она, ну, в принципе, все за то, что она берется, у нее всегда все получается. Я говорил, что это человек слова. Сегодня БУМИП – это один из крупнейших университетов Приазовья. Светлые и просторные корпуса, современная учебно-методическая и научная база, своя аспирантура, свой экономико-правовой колледж, а главное – квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Причем большая часть преподавателей была подготовлена здесь же, в стенах университета. Подготовка своих научных и преподавательских кадров тесно связана с еще одним важнейшим приоритетом. Это всемерная поддержка студенческой науки. Студенческая наука является обязательным условием для качественной подготовки грамотных специалистов. И поэтому Лидия Антошкина не только поощряет научные изыскания студентов, но и создает все необходимые для этого условия. В частности, на базе университета ежегодно проводится сразу несколько международных научно-практических конференций для студенческой молодежи. В этих конференциях участвуют не только украинские студенты, но и представители дальнего зарубежья. Именно высокий международный авторитет Бумиба стал причиной того, что многие маститые представители европейской профессуры почли за честь и с благодарностью приняли высокое звание почетный доктор Бердянского университета менеджмента и бизнеса. Международное партнерство является одним из основных приоритетов государственной политики в области образования. Именно через сотрудничество между украинскими и зарубежными вузами реализуется национальная программа по интеграции Украины в европейское образовательное пространство. Ибердянский университет менеджмента и бизнеса участвует в этой программе весьма успешно. Благодаря такой интеграции уже сегодня наши студенты могут продолжать свое обучение во Франции и в Республике Польша. Сегодняшние успехи университета неразрывно связаны с историей знаменитого ботанического сада. И это символично, потому что гармония знаний имеет тесную связь с гармонией красоты. Здесь приятно учиться и отсюда не хочется уходить. Удивительная красота университетского сада начинается вот здесь, в помещении оранжереи. Именно сюда привозят семена и рассаду различных экзотических растений. И именно здесь закладываются основы той гармонии цвета и эстетики формы, которые радуют взор и успокаивают душу. Я считаю, что студентам нашего университета очень повезло, что университет имеет такой шикарный сад, среди которого приятно отдыхать и хочется учиться. Я думаю, что только очень хороший человек мог создать такую красоту. Ботанический сад стал местом, куда совершенно посторонние люди приходят полюбоваться цветами и которые с удовольствием посещают зарубежные делегации. В этом саду фотографы проводят свои традиционные фотосессии на фоне цветов. Кстати, студенты Бумиба очень бережно относятся к своему ботаническому саду. И за все время существования сада не было ни одного случая вандализма со стороны студентов. Самое главное для детей – это обучение и воспитание их. В них красоты, гармонии. И поэтому я решила, что для наших студентов нужно обязательно посадить такой сад. И мы это сделали. Лидия Антошкина многое сделала для того, чтобы университетское сообщество Бумиба формировалось как одна семья. Вместе со всеми ходит ректор на субботники и участвует во всех акциях своих студентов. Это и благотворительные концерты для сирот в День Святого Николая и всеукраинская акция «От сердца к сердцу». Особое внимание ректор Антошкина уделяет патриотическому воспитанию студенческой молодежи. И поэтому Лидия Ивановна вот уже более 10 лет поддерживает работу военно-поискового отряда «Полигон». За это время бойцы «Полигона» разыскали и торжественно захоронили останки более трех тысяч павших воинов. Благодаря поисковикам люди узнали о некоторых ранее неизвестных трагических эпизодах ушедшей войны. Своей благородной работой поисковики отряда известны далеко за пределами Украины. И практически с первого дня своей работы бойцы «Полигона» постоянно ощущают помощь и поддержку со стороны Лидии Ивановны Антошкиной. Я студентка Бумиба и параллельно занимаюсь поисковой деятельностью в отряде «Полигон», который входит в ассоциацию поисковых отрядов Запорожской области. Девиз нашего отряда «Война не окончена, пока не перезахоронен последний солдат». И все 13 лет нам в этом помогает ректор моего университета Лидия Ивановна Антошкина. И я с уверенностью могу сказать, что без ее помощи и поддержки деятельность нашего отряда была бы абсолютно невозможна. И спасибо ей за это. Рассказывая о Лидии Антошкиной, нельзя не упомянуть о ее депутатской деятельности. Ректор Бердянского университета менеджмента и бизнеса профессор Лидия Антошкина вот уже почти 15 лет представляет интересы своих избирателей в Бердянском городском совете. 15 лет – это срок, который говорит сам за себя. Причем в своей депутатской деятельности Лидия Антошкина использует те же подходы, что и в руководстве университетом. Это формирование команды единомышленников, разработка четкой стратегии и достижение поставленных целей. Лестница открыта! Ура! А главное – это непременное выполнение всех предвыборных обещаний. Когда мы баллотируемся, кандидаты в депутаты, избиратели нам дают свои поручения. Сделать дороги, сделать свет, сделать лестницы. И вот когда я баллотировалась на этом округе, 28-м округе в депутаты, мне дали такой наказ. Сделать лестницу, которая соединяет поселок 8 Марта и Собачью Балку. И мы ее сделали, эту лестницу. За годы своей депутатской деятельности Лидия Антошкина стала для многих своих избирателей родным и близким человеком. Я очень хорошо знаю Лидию Ивановну Антошкину. За пять лет ее депутатской жизни она стала для меня родным человеком. Почти членом моей семьи. В отличие от большинства наших депутатов, которые вспоминают о благотворительности лишь во время выборов, Лидия Ивановна помогает своим избирателям на протяжении всего срока своего депутатства. И при этом старается благотворительную деятельность особо не афишировать, потому что видит в этом свой депутатский долг. Этот человек, она пришла депутатом к нам на поселок. Это человек данный от Бога. Такого депутата в городе Бердянске больше не найдете. И люди поселка все говорят, нашлась хозяйка на наш поселок, мы ей очень благодарны. Дай Бог ей здоровья. Исполнение обещаний и помощь избирателям это депутатский долг. Но есть у Лидии Ивановны еще и депутатская обязанность. Во время различных торжественных мероприятий на округе депутат Антошкина неизменно выступает как организатор и главный спонсор. День города, День Победы, праздники микрорайонов и чествования ветеранов в эти дни Лидия Антошкина рядом со своими избирателями. Наверное, таким и должен быть настоящий депутат. Конечно, работа депутата, научная деятельность и руководство университетом отнимают много жизненных сил и энергии. Очень много. Но у Лидии Ивановны есть сад ее жизни. Для Лидии Ивановны Антошкиной ее сад это хороший друг. Друг, с которым приятно пообщаться и который всегда поймет. И когда ей тяжело, она приходит сюда, в свой сад, отдохнуть, восстановить силы и напитаться положительной энергией. Мудрый и успешный руководитель, профессионал высочайшего класса, человек большой души, именно такие люди, как Лидия Антошкина, нужны сегодня нашей стране. Потому что именно такие люди, как Лидия Антошкина, могут вывести Украину из того тяжелейшего кризиса, в котором она находится.